Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и я продолжаю показывать вам партию в дополнении Tempest к игре Endless Legend. Я играю за новую фракцию Маргоров и если вы не видели начало, то рекомендую перейти к нему. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Лучше уж смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Какие-то бонусы, но тут больше, конечно, оружия. Прекрасно. Лучший ивент вообще. Как это называется? Замечательно. Грустно. Сами на меня там нападают. Так, что мне взять тут? Плюс 20 атака к юниту. Неплохо. Укрепление на города. Ну вот эти давайте два возьмем. А, блин, все еще радость. Ну тогда атака на юнит еще. Чтоб патриотизм был уже точно. И еще не хотят со мной приговороваться. Так, Бельсиро. Палета, что ли? Да. Представляешь? Как всегда внезапно. Вовкин-то миссия. Что у меня вот не хватает всего вообще. Так, карпуха у меня тут улучшена. Это империя в упадке называется. Поэтому этих можно модернизировать, да? Да. Еще две построим. А дальше район. Так. И шлюзы. Дальше тут шлюзы колонист. Ну, башня правды нафиг не нужна. Поэтому возьмем... Вот так. Арпуха и район. А, я... Нет насилию чего смогу дороги править. Так, теперь разбираемся с юнитами. И с крепостями. Так, эту, наверное, вот этими двумя юнитами чисто проатакуем. Поэтому надо из атаки вот это убрать. Потому что у них тоже недостаток праха будет потратиться. Отлично. Теперь атакуем вот эту. Не успел походить, но две крепости захватил. Ну, каждый своим занят, видишь. Тут... Пябер не успел походить, а ты еще спрашиваешь. Ничего. Слушай, а для чего шпионы тогда сейчас в этой партии, если мы всю статистику видим? Ну, тырить, например. Тырить чего? Ничего можешь не тырить. Окей. Так, десять. Сейчас глянем, как... у кого упало производство прах. А у Фризи он только упало сюда. А что произошло? Да просто на всех клетках с производством праха производительность падает, по-моему, на две единицы. И у меня практически все клетки вокруг производят ноль праха. Это прекрасно, скажу так. Да? Плюс. Значительно плюс. Так, мы будем торговать синий? Там кто это синий? Ну, вообще, смотри, да... Вот у меня сейчас уже торговля с фиолетом. А, нет. Ну, посмотри, у меня к тебе 57 монет. От тебя я беру. От кого? От праха. Торгуя со мной? Да. Ну, мы же не заключали торговое соглашение. Но мы все равно торгуем. Да, торговое соглашение не нужно. Торговое соглашение увеличивает просто. Да. Давай, кинешь ты. У меня престижа не хватает. У дракенов, да? Ну, у меня еще, как бы, понимаешь, это... Давай я, что ли? Так, демоник... Торговое соглашение не хватает. Но потом ты кошель не закрепишь. Не знаю, у меня пока с престижем не особо хорошо. У меня вообще плюс ноль. Нормально. Ну, неплохо так далось. На 40 больше. Потому что я смотрю, вот мне... А, пять ходов. И за эти пять ходов я смогу вот так вот сделать. Так, еще океанчик мой. Слушайте, а тут тоже может что-то есть? Ну и что у нас тут? Сплаваем сюда, посмотрим. Ну и у зеленого надо, видимо, океан отжимать. Что это он тут? Угу. 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 Димоник, у тебя три города? Да Ну, то есть, просто я хочу все найти, чтобы максимум торговли было Там рядом, в столице все Ну, и я вроде нашел уже все О, стратег, вижу твою армию в 4 и в 2 Придется мне вот эту деревеньку выносить Ну, выноси Как бы нам встретиться просто, я вот к этому А в смысле, ты хочешь торговать по морю? Блин, ты серьезно? Кто мне говорил, плыви на север? Ну, оплывай все Так зачем? У меня юнит рядом с твоими вот этими двумя юнитами, двумя армиями Я тебе о чем говорю? Тебе нужно увидеть город Тебе нужно город увидеть, через который пойдет торговать Нет, ты должен подойти юнитом И мы будем, если мы соединемся юнитами, то будем видеть друг друга Мастер, мне до мира еще ходов 6 Видишь, вот куда подошел? Смотри Можешь чуть больше Да Ну и что? Не знаю что Ну, ты ж мой юнит тоже видишь? Мастер, он четвертый очередет Ну, это реально мои А, ну так мы и встретились Блин, так мы же уже давно встретились Че я туплю? Ты ж дракен, боже Ты бы хоть сказал об этом Ну, вообще, я твой город Я, кстати, твой город вижу Хаверт Хаверт Да, но если я буду торговать, то через другое Он Поплывает тогда Он находится Хрензнайному делу еще О как О как О как Так, мне теперь надо Вот эти все руинки В океанах Откуда у вас деньги, люди? У меня Ну, потому что я в Альбрахах Только в Живоре, по-моему В Живоре и Муримуна Остальные вы без понятия У меня вообще по факту Практически, наверное, совсем грустно Так, у Леши 5708 У Мастера 37 населения Господи Почему я нажал, вроде бы, автоатака А вроде бы, нет У меня тоже самое еще было Наверное Придется махаться с ними А че там? 430 продукции у Леши 512 науки Средиземье У Мастера Столицы Средиземье А че другие не пообзывал никак? Господи Господи Оказывается, корабли сносят Пехоту на кораблях За один удар Теперь я об этом знаю Мне срочно нужен Что? Ну это я на тебя напал Это ты на меня напал? За что? Ну, все на море Это мое Но мне нужна стеклосталь Давай я тебе заплачу за него Купи на рынке Купи на рынке В принципе, я тебя готов продать Но мы не встретились Вот в чем проблема Но мы махались только что Ну это юниты были Как бы эти Под контролем разума Так, на рынке За 34 праха Это одна единица Получается стоит, да? Стихлосталь Да, это одна единица Ясненько Я этого не забуду А ты запиши Не, ну серьезно У меня игра через океаны Знаешь, как тут можно Этой фракции по-другому Действовать? Оставил бы Хоть каждому по одному кусочку океана Зачем? У вас ресурсы и так есть на земле У вас свои бонусы У меня свои Стихлостали нет вообще Нет ресурсов на земле Почти все на море перенесли сейчас В этом-то все и проблема Кстати, вот у меня есть трех регионов Только в одном регионе Находится Как он там называется? Стратегический ресурс Нет, 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 нет Роскошь и ресурс Да, да, ресурс и роскошь Ну таки вот У всех так Вот чисто все от воды О, я нашел все Вот придется в этом Ничтожном регионе Который ничего нет Чисто Но есть стеклосталь Строит У меня есть стеклосталь На продажу И по сколько ты берешь? Ну, один к одному В чем смысл мне у тебя покупать? Один титан на одну стеклосталь А, титан на стеклосталь? Не, не сегодня Ну, бывает И не завтра Никогда Окей Как ты живой Так, колонист Караван-сарай Часовня-ауриги Ледовый Что сейчас произошел За бак? Что ты делал, что это был бак? Ну, как тебе сказать Я нажал начать бой А они тут стоят И ничего не делают Наверное, это Леша на тебя напал Он еще не выбрал Нет, я ничего не нападал Леша нормально И это явно не Леша Потому что Они бегали здесь давно Фриз Это так раз Следующую территорию, да? Да Прошу прощения Я ухожу уже Я просто вниз иду Хочу найти Лави Давай Тебя Низ и лево Одновременно На запах Да, спасибо А вот теперь Я еще и Лешину Вижу нейтральных корабликов А посадил Пять юнитов, да? Ну, я ж не дурак А, серьезно У тебя еще один кораблик? Не один, почему? У меня еще много корабликов Да ладно Давай, давай Быстрей Быстрей веди еще армию Быстрей Я не могу У меня в этой армии Бьется И больше она ничего не делает Так, давайте Кварц Ты постоит В расстановке Я даже расставить не могу Что у нас происходит? Да А Лайя что-то Посадил В свою единственную крепость Пять юнитов И ведет еще Зачем-то Зачем? Как будто вот эта крепость Ты ему крепость хочешь забрать, да? Ну да Я понял С мастером-мастером Нет, не торгую я с ним У меня нет даже Престижа Чтобы с ним торговать Я уже поставил рабочим Чтобы он добывался Но с такой маленькой скоростью Что это будет очень долго Сделай сейв, пожалуйста Я перезайду в игру Я перезайду Чка Сохрани Я в игру перезайду Сейчас, сейчас, сейчас Готово Хорошо Пойдем-ка мы Не помните Сколько еще ходов осталось До этого Анти-прахового закона Он При вступлении В какую-то эру Открывается То есть По идее Если кто-то в четвертую эру Войдет Он откроется Так, так нам надо Ход не заканчивать Пока не войдет Обратно Алай Думаю, ничего страшного То не случится Нет, тогда он Ход пропустит Да Я в камен Ну, теперь можно заканчивать А все Так, а где мы Город Так, заканчивайте Я надеюсь Вот закончил этот бой Ужас Тут есть Просто пустые регионы Просто здоровезный регион В котором Ни хрена нету Ну, вот просто Реально Он здоровезный Тут одна деревня боссов И все Больше ничего Терпимо Ну, как сказать Хуже, чем ничего Так там ничего и нету Подожди, что? Не прочитал сообщения Слушай, Афра А ты собираешься новые регионы Коломизировать? Да Два, как минимум А какие? Не скажу Да я просто торговать с тобой хочу Хороший Вот Я на автомат поставил Алай Ну, если хочешь Я собираюсь На юно-восток Кейянар И Сам Рису взять Это было нечто А-а-а Кишим Лор Кого? Пишем Лор Притект К тебе Я сначала Тейл А потом подумаю Об этом Но В любом случае Он будет Очень поздно Даже развивать Если хочешь там Строить город Думаю Строить сейчас не хотелось бы если я построю если я построил регион на море я смогу строить кораблики да кстати вот это очень интересно чтобы строить кораблики достаточно прошу бы тебя регион притык вы море будет дверь вам надо построить верев во второй по моему или в 3 или во 2 3 что не круто кораблики с первой аэры доступны для изучения для строительства типаж 3 радужных мы распустим арпуха плена лишь еще и забрал и этот легендарный подвиг на торговых путях они это же хорошо чё так неожиданно потому что вроде оставалось а давно его взял уже несколько ходов назад причем я по престижу ходок 10 уже лидировал солидно может потратил куда или он получил там за костик или просто по ходу престиж от крепостей не показывается просто ужас я смотрю на эти регионы ресурсов роскоши вообще практически нет то есть если в одном из 5 регионов есть один источник ресурса роскоши вообще счастье со стратегически вот у меня есть известных ресурсов нет всем папу в остальном 12 но они все на воде еще перешли все буду это как-то интересно получается типа все ресурсы сейчас на воде но если с нами играет новая раса она может сразу пойти и захватить ну или квеста выполнена она получается чтобы захватывать хоть пытаться с этим конкурировать нужно в третьей эре грузовой портаж открыть так получается почему ну потому что юниты обычные погруженные на борт конечно много слабее чем морские ну так а кораблики их же только скользовым портом говорили строить не подожди кораблики есть все-таки в первой эре вот самые абордажное судно юнит для перевозки войск и нападения на вражеские корабли ну а стройте вот так у тебя должна быть клетка моря в черте там ты наведи написано для постройки нужна исследованная морская ячейка ага ясненько вау регион такой это мест такие аномалии в линию просто выстроились внизу этого региона автоматически поставил мне даже страшно видеть да не должен отбиться лишь отбился они подожди у тебя все умерли и у тебя все умерли а регион это видео подготовлена при поддержке справочника и карты 2gis в 2gis есть расширенный поиск по всем бизнес ланчем вашего города справочник уже знает кухню средний чек наличие вай-фай есть ли вегетарианское меню и многое другое не забудьте зайти на 2gis.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу 2gis если быть точным сначала погадим слушайте а может такое быть что вот мне дают квест типа сделать его в регионе что-то а я его переименовал и как бы не знаю я не сталкивался может сталкиваться в декабрях а ты мир учил да давай мир муки да я не учил а у меня нет престижа а будет очень скоро просто со мной он очень хорошо я знаю но он тебе понравится у меня слишком медленно добывается престиж ну попробуй на ход жителей переключить можно престиж но ты пришли я не знаю 20 типа стали ну давай так ты бросаешь мира я бросаю тебе ковар от торгового пути я потерял много золота золота ну как бы по торговле то больше получишь для нас двоих золота как бы жизненно важный жадный какой да не хочет договариваться жадный я рационально это лёша там ходит отжимает типом чё ты нам забрал морской регион мне это мой регион ну я воюю салаи но в реальности типа я с ними воюю это сложно объяснить ну типа на нейтральных территориях воевать можно что берет под контроль юнитов и ими идет махает всех и слушайте а что вот лучше башня правды или сторожевая вышка как по-вашему по идее башня верности должна быть хотя хребезно сейчас надо смотреть мастера ты них вот я к мастеру обращаюсь и к праху вы не хотите торговать а ты кто я 3 заинтересованная страна ты кто иди отсюда я тебя не знаю обычная дозорная башня увижу на наклеточку и по мизаре да а кто я типа дракон типа разве с тобой не торгую уже но я хочу с мастером и мне еще больше денег дадут ну пусть мастер кинет не мне нету просто говорю у меня сейчас этого как его престижа будет 14 не на хватит пусть кидает не мир муки мастер мы уже мир торговлю просто надо и все не нужно чтобы тары этот дороги были у вас соединен у меня дороги соединены все но я как это не дорога как это нет это столица это дорогу самый первый построил ты что есть там дороги мастер все надо за это оскорбление надо его вынести нападаем его может быть такое что ты типа не открыл столь поэтому с дорогами не с этим может быть что есть соседние регионы но они соединятся по воде по полу по озеру ангелия у меня с тобой дракон так было я покрою по омп к шкафу быстренько 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 что за новые заводы ухты праховый завод минус но сейчас уже не так у меня у меня там мог быть нефритовый завод нет я лучше так оставлю да минус содержание что это завода бывает так а это и есть праха забирать лизы вон который только господи все это это война мне кажется эту войну ты не победишь это ты зря народ вы не очищайте что делаете не то что что говоришь что-то не то делаем ну а чё делать лёша сейчас просто выйдет в броню из нефрита и перья просто оденется потому что у него дофига ли он этого падает и пойдет убивать их ну вот да так что может как-то не будете между собой драться да я говорю про войну как раз с рыбками а ну давайте вперед потом он моей как бы я хотел там заводик себе прибрать к рукам а он он что делает я такую не оставлю без внимания если что сообщи когда оставили без внимания я к нему не к нему не дайте просто погода прекратила с драком тут между нами один не колонизированный регион ты собираешься его колонизировать торговля шва еще лучше но она не может быть еще лучше нет ты можешь его колонизировать если он нужен я лично про собирательный завод мне минус 107 праха дает охренеть да кстати что-то как-то много почему так много это это честно мало ли у него не один праха собирать нет он всего лишь один он дает минус 10 по другим империям и минус один процент за крепость по другим империям а сколько у него крепости сколько у него наверно все крепости да слышит меня праха собирательный завод дает 390 золота в ход мне кажется нужно уже либо забираем этот завод я даже готов отдать кому угодно его любому чуваку да главное чтоб не лёш это что-то в его руках он сильно только у меня нет флота я проспонсирую деньгами все отдам только заберите мне этот завод но это смотрю получится всех кого я вижу ни у кого особо нет регионов близких море господи хотя бы уничтожь его я не знаю пожалуйста это чересчур нечестно престижа как можно уничтожить завод как может как-то и можно дальше не было а дай там агент оку он все равно ничего с ним не сделал да кстати у него будет всего лишь одна крепость это всего лишь один процент чисто минус здесь да но мне будет больше потому что у меня процент да в принципе да минус 10 пожалуйста потому что дальнейшая игра получается мужская бессмысленная ты получаешь больше всех в сумме взятых мне кажется честно потому что ты забираешь практически все весь прах у всех ну вы можете посмотреть сколько я получаю не могу я отравлю в том что некоторых из нас ты встречал очень специфическим образом да у тебя может этот рассказать стратег ну ладно придется как-то мириться давай давай хоть встретимся лишь может каким-то юнитом ну по демографии это показывает что лёша получает 7 крата но это на этот ход следующим ходом он пойдет плюс 399 зато да сейчас пополнится форс нормально с кораблями воюют только коробка 6000 это только кораблики или еще и надземные юниты наземные то есть у нас начало говорит лёши наземные агенток ты можешь корабли делать нет я могу высаживаться на юнитов вообще в принципе какие-либо на море очень мало толку корабли все же круче я могу начать будем делать корабли я начну сначала приближусь к морю начну сразу же ты в регионе к и нор начнешь это делать пошел как бы новый город его не так жалко я это мы собираюсь я там построю сейчас как это называется штука вообще литейный цех и буду район достраивать чтобы к морю я там буду строй подожди аж по идее уже и так у моря я только сейчас заметил я же могу строй да город должен быть прям на берегу быть или граничить нужно чтобы в твое влияние твоего города входила клетка воды то есть или город или регион на соседний слотик понял тогда мне нужно вообще не там 1417 праха но неплохо это очень плохо мне да потому что я теряю почти сколько но уже 91 уже не сто восьмой по демографии они не так плохо кому-ка 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 а мне вот интереснее если я хочу форт обратно отжать это придется мне войну объявить ну походу да это же как бы как город считается насколько нужно престиж чтобы войну мне кажется это самое поменьше из своих проблем которые тепло ждать что насчет мира мне кстати кому это это фиолетовый твой сосед давай нужно компенсировать потерю права изучена к сожалению но не будь жаден этот завод это рыбок нужно самого начала уносить пока не в море не надо не захватили мне кажется теперь на таких картах рыбки просто с первого хода будут уплывать море искать там какой-то остров отдален и на нем уже сидят да и прятаться деньги закончатся возможно он просто подождет пока ну 5 4 эру и улетит в космос выбирают тут выйдет армия из этой деревни мы с моим золотую победу возьмем по приходу им ну если мы не сможем забрать у него эту штуку туда таким таком нужно копейлер так а вообще где этот завод то находится которая просто все подряд они не находятся его не существует для чего тебе нужна эта информация чтобы начать его оборонять этот суан что ли который алаи был нет нет соседний ну так он мне кажется лучше кому-нибудь другому его дать они повелителю праха я готов отдать кому угодно я готов подать ему может давайте алаи переедет в алаи там два региончика тебе мирно развивается ни с кем не враждует развивается ну вот не развивается мирно а чего а чего ты алаи не развиваешься кстати тебе что кто-то мешает тем временем я напоминаю что абсолютно бесплатно рекламирую творческих людей сегодня артем булгаков московский студент-инженер с широким кругом увлечений композитор и исполнитель мультиинструменталист закончил музыкальную школу по классу фортепиано еще в школе начал сочинять музыку и в настоящее время исполняет в основном собственные вещи вы сейчас видите видео его выступления и он играет один из своих опусов сочинений так правильно это назвать называется она нс номер один ну а больше вы можете увидеть услышать посмотреть и так далее на его страничке вконтакте адрес сейчас появился уже у вас на экране если вам интересно такое творчество то рекомендую обратить внимание на артема булгакова московский студент-инженер ну как тескать мешает наверное мешает то что у меня 0 престижа сейчас заход и плюс 12 всего лишь праха так решает а так в принципе мне ничего не мешает московский студент-инженер московский студент-инженер московский студент-инженер кстати стажа московский студент-инженер охуто что я охуто мы встретились спресс эстрите форты они ж не обороняются, то есть тут у него получается ноль... Да, но чтобы войну объявить. Захватывай, захватывай. И чё дальше? Я помогу тебе. Чем ты мне поможешь? Я не знаю, я денег тебе заплачу. Деньги против армии помогут, поверь. Я не смогу засыпать воду вокруг себя прахом, чтобы он не приплыл ко мне. Минус 1% производства престижа за завод. У него, скорее всего, очень много, из этого... Я тоже могу захватить его, отхватить свой завод, который он взял. Зачем тебе свой? Вот этот забери с заводом золотым. Хм, ну чисто... Подожди, подождите! У меня же всё равно будет минус идти, он же всё равно всем даёт минус, а не только... Это же мне надо его брать, всё, я понял. Подождите, он будет всем давать... А, всё, я понял, да-да-да, всё. Я что-то опять забыл об этом вообще, как так? Какие противоречия? Подожди, минус будет всегда идти. Всем, кроме владельца, я так понимаю. Да, но... Так как у тебя практически все форты, он ещё дополнительно даёт за минус 1% производства праха за каждый твой форт, бастион. А у тебя их почти, я так понял, все. И за каждую минус процент снимают ещё. И зато выходит не минус 10, а минус 100. Как-то это всё подозрительно. Нечестно. Я тебе, по-моему, это говорить. Если б не было вот этих рыбок, было бы более-менее честно, потому что пришлось бы отдельно развиваться в море, искать их, а так... Они уже у тебя все. Ну, это стратегия игры такая, за эту фракцию. Ну да, хорошо. Как мне по-другому тут играть, если у меня... Да, но мне кажется, если бы не добавили эти зарплаты, она была бы не такой сильной. Совсем. Если бы не убрали с общей карты все ресурсы, то она была бы не такой сильной. А они же что сделали? Нет, смотрите, в чём фишка? То, что они вместо того, чтобы раскидать ресурсы плюс к тому и на воду, чтобы водяная раса могла наравне сражаться, то есть наравне добывать ресурсы, а не ресурсы из континента, убрали в воду, где только у одной расы преимущество. Ну, это как бы не совсем логично. И сделали эту расу такой, что на море вообще нереально. Нет, подождите, я не очень понимаю про эти вот ресурсы. У меня, например, есть ресурсы, вот у меня, у моих городов есть ресурсы. Я не знаю, почему вы говорите, что все ресурсы на море. Смотри, ты посмотри на регионы. У меня из, так, сейчас скажу, пяти городов только в одном есть стратегический ресурс третьей эры. Ну, не знаю, может так везло, я думаю, что ни Демоникс, ни Мастер с вами не согласятся, потому что я вижу, ну, вообще я вижу все регионы Мастера, у него тут нормально с ресурсами. И стеклостали три штуки. Ну, как сказать. У меня и титан, и один из стеклостали из трех регионов. Это очень мало, ну. Типа, тут есть просто голые регионы. Ага. Вот возле тебя регион Юнари. Ну, тут, ну ладно, тут есть палладий. Один палладий, и все. Ну, блин, не знаю. Все равно... Вы не против, если я ливну, а на мое место придет другой человек? Только предупреди, чтобы он не мастерился, потому что... Это Рома. Это Рома. Поэтому и говорю. Он читал правила, а не партия. А что за правила такие есть? Какие-то правила есть? Не-не-не, все нормально, ничего нет. Окей. Сразу. Ты уживаешь. Какие-то правила вообще. Ну да. Это очень большая проблема. Я в прошлую игру с этим обновлением играл за хранителя. Это был просто задница. Нету стратегических ресурсов. За микрофагов очень хорошо. Им они не нужны особо. Ну да. Мы заметили. Ну опять же, то есть, не знаю. Вот смотрите. Я вижу приличное количество карт. Наверное, треть суши... Нет-нет. Суши, наверное, половину я вижу. И, в общем-то, очень бедная земля. Очень. Да. Но всего скорее, что я вижу, ну... То есть, моя, как бы, площадь обозрения, она всех больше, чем у вас. Именно по суше. По морю у Леши, понятно. Но вот по суше... Да, наверное, половину континента. И, соответственно... Ну, блин, ну это несерьезно. Не хочешь, Харта, не проигрывается? Да нет. Хост, сохранишь. Даже за мой счет, не хочешь? А смысла нет для меня? Ну, я не знаю. Я тебе могу 20 джемчуга дать. Хочешь? Да нет, здесь не решает джемчуг. Ну, тут мастер у меня. О, да. 15 шелковато. Нет, это все... Нет, где Леша, я тебе могу и так сказать. Так где Леша, я и так вижу. Я просто не вижу верхние регионы, что там над Демониксом. А, именно над Демониксом я сам не вижу. Я, вот сейчас я это сделаю, рассинхронно. И тогда можешь выходить. Сейчас скажу. Значит, я посмотрю, то ли этих гармонитов, то ли две деревни, то ли три. Так вот, с ними даже, с таким количеством, то есть, бонус к стратегическим ресурсам, у меня все равно, как бы, не ощущается избыток. То есть, раньше, это была и практически, ну, не имба, но, в общем, очень сильный бонус. Три деревни гармонита, это, тебе вот так вот хватало всех ресурсов, просто по самому не балусь. То есть, ты хотя бы мог, если у тебя, допустим, одного нет, но другого много, ты хотя бы там мог поменять, или что-то там, оружие, например, из этого сделать. Сейчас же, вообще ноль. То есть, просто надо, я так понимаю, что на будущее, если мы будем играть, то надо ставить и стратегические ресурсы роскоши на изобилие. Да, ну и вообще, города надо ставить так, чтобы в кораблике возможность было строить, и начать строить их с самого начала. Ну, нет, я не согласен вот с такой позицией, что именно это обязательно. Понимаешь, в чем дело? Вот, ну, допустим, ты в центре карты, вот как мастер, да? То есть, у него нет выхода к морю изначально. То есть, тебе что, для того, чтобы выиграть 100% нужно выносить вот города на побережье, если они заняты? Ну, в плане, ну, то если будет, будет как вот, как в этой игре, кто-то захватит, там, большую часть этих морских штук. Ну, типа, не факт, что, когда ты поставишь в изобилие, их все равно будет хватать. Ну, будут их в два раза больше. Я попробую протестить. Да, это нужно потестить. Но, все равно, вот в таком режиме это бессмысленно играть. То есть, надо увеличивать что-то. Или убирать вообще тогда эту морскую фракцию, типа, ну, то есть, типа, как не играем в нее, и все. Ну, может быть. Да нет, здесь, понимаете, здесь не в морской фракции дело. Дело в том, что ресурсы из суши убрали на море. Вот что. То есть, проблема-то не... Она балансная при условии, что на суше бы столько же оставалось ресурсов, сколько и было. А мне кажется, что разработчики предполагают, что вы будете хоть как-то конкурировать с морской расой за ресурсы морские. Вот я, например, ну, я же долго эти океаны захватываю. Рядом со мной, да, у вас нету возможности. Но вот фиолетовый, там, алаи... Ну, вот алаи и салатовый, там, прах, да, праховод, они-то смогли захватить у себя эти крепости, которые рядом с ними были? Так, а толку? Так-то возможности от тебя оборонить их нету. Так, а толку? Потому что они бы захватили, и всё. Они могут туда юниты... Вот алаи, например, посадил туда юниты в крепость. На минуточку. Просто у него они слабые вообще были. Я думаю, что просто, ну, человек не знает, как их там апгрейдить, как их лучше сделать. Нужен именно корабли, потому что у меня был... Мой юнит не нанёс твоему кораблю убитому ничего и вынес с одной тычки. Мне кажется, с кораблями надо именно кораблями биться. Не, ну подожди, ты же... Я же не знаю, какие там прокаченные юниты были, что там было конкретно. Я же захватываю эти корабли уже какого-то... Более крутые корабли захватываю, этих фероморфов. Я могу брать их под контроль. Так и здесь должны юниты сидеть в защите этих крепостей. Нормальные. А не просто у вас там ходят юниты, вы занимаетесь деревнями. А у меня тут ещё есть на море место, где вы можете это использовать. Где вы можете посадить юниты. Например, вот все крепости не защищены вообще. То есть, по идее, если там собраться какой-то армией и пойти их... Да. Посмотрим. Посмотрим. Нет, смотрите. Ну, не защищены-то, они не защищены. Но ты можешь настрогать флот. Да, вот. Могу, но мне до дальних вот крепостей, что рядом с тобой стратег, что рядом с Алла и этим, мне же туда плыть надо ещё. Это вообще самые дальние точки. Мы же не говорим, что вы сейчас привелёте ко мне под границей и будете его рядом со мной крепости захватывать. И потом невозможно либо тут строить флот, либо наземную армию. Морской регион, да, море. Но там просто ноль. Ну, нулевой регион. И вот если поставишь около моря, то кроме доступа в это море никакого бонуса ты не получишь. То есть, он тебя будет тянуть вниз. Да, это странствующая армия на меня напутала. Что, мастер, что такое? Кто тебя обидел? Что в обмен на что? Он титан хочет. Титан? Но у меня есть стекло с танец. Я могу... дать тебе титан в обмен на что? Что у тебя есть? И сколько тебе титана нужно? А, тебе титан именно нужно? У меня нет тридцати титана, к сожалению. Что? Кто у меня техно... Фризи! Верни технологию! Ну, в плане. Возьми, верни. Знаешь, сколько мне стоит купить... Вот, хорошо. Знаешь, сколько мне стоит купить новых технологий? Сколько? Семьсот шестьдесят золота. Терпимо. А теперь пожалей меня и скажи... А что ты хоть украл у меня? Я ничего особенного у тебя не украл. Бонус к инициативе армии... Ребята, у меня серьёзные ошибки постоянно вылетают какие-то... Перезайдь. Опять? Если принципиально перезайди, можешь не перезаходить. Просто закрой их. Не, я её закрываю, она опять появляется. Могу это... Рассинхрон сделать. А у меня уже нет титана, прости, я его уже весь потратил. Подождите, во-первых, по поводу рассинхрона, давай ты опять перезайдешь. Я уже нечего мне давать, я войска из титана хлипаю. Зачем? Потому что у меня их мало. Ладно, сейчас попробую ещё раз. А титанк — это всё, что у меня есть. У меня, конечно, есть адамантия, но, во-первых, не изучена технология. Адамантия просто капельки маленькие. У тебя изучена технология? Сейчас, да, посмотрим. У тебя добывающие станции изучены были? Я добываю, но я говорю, им очень мало. И нужно потом ещё будет исследовать, не из него делать мне что-то. Я не думаю, что он тебе достанно. Ну, мастер, у меня есть 12 титанов, я могу тебе дать. Да, кстати, у меня титан добывается. Слушай, я сейчас приду к тебе буквально через... Ну, если ты приведёшь своего какого-то юнита вниз региона Этмес, то через четыре года он может встретиться. Мастер! Я мог бы обвинять титан на торговлю с тобой. Девять титанов у меня есть. Ну, кидай. Лёша, ты собираешься убивать ужас из дубин? Ну, блин, твоя армия нужна сильная. Не, мне просто интересно, что за квас дают. А можно вопрос? Я особо не разберусь. А как делать оружие из золота? Просто что это вы изучаете? Это чисто как металлическое, только покруче. То есть там в третьей, четвертой... Я понял. А, в третьей, четвертой, я понял. В четвертой вроде начинается. Я просто до такого момента еще не доигрывал вообще. Ни разу. У меня что, он все регионы, что ли, перемешал? Точнее, это... Кстати, а вот еще интересно. Новая раса могут сделать восстание в деревнях этих культистов? Просто этот... ИИ это сволочь резкая. Он мне всех героев перемешал. Не там, где нужно, посадил. На один ход, блин, оставить нельзя. Блин, денег нет. Так торговать давай, бросим мне мир. Ты кому говоришь? Тебе говорю. Да у меня в 18 престижа за год один подобавляется. Как идти кину? Перестав, блин, жителей на один ход, чтобы у тебя тупо хватило. Бросит мне мир, я тебе даже... А ты понимаешь, что у него есть завод, который на 10, во-первых, убивает еще на 1% за каждый его завод? Чем больше у меня будет этих, тем меньше у меня будет добываться, потому что все больше будет сниматься процент. Ну, живи тогда без престижа. Мы могли бы много денег оторговать и получить. Как хочешь. А у тебя сколько престиж добывается? 26. За ху... Это, кстати, еще мало. Я тебе говорю, если бросишь мне мир... Ну, хорошо, подожди, дай я посмотрю на свой вот этот. Попробуй переключить, на один ход. Золото с промки вот я вижу у тебя стоит. Ну вот у меня плюс 6 уже. Тебе сколько там надо, скажи, чтобы... Так я не знаю, у тебя аж изучено, смотри, где помните. Я... Сейчас перестаю, у меня... Я согласен, дайте быть это. Но для этого нужно встретиться, я после региона AdMess. Сейчас, я где? Приведи юнита, вниз этого региона, книжница. Можешь ждать, нет? Да, можно. А, тогда у меня хватает. Только подожди следующим ходом. Этот ходчик закончится. Что ж ты делаешь? Я принял, но... Я надеюсь, оно принялось. Оно у меня теперь двинулся. Да, принялось, хорошо. Мастер, я готов спонсировать тебя титаном, слышишь? Можно? Да, да, да. Это типа сейв другой или что? Нет, то же самое. На один ход просто ранен. А где тогда войска? Поищи, поищи. Были и нет. Ну ладно. Да ты все мелочи жизни не расстраивайся. Да. Я бросил тебе очень дорогое предложение. Ой, я нажал пропустить вход, и у меня теперь нет этого предложения. Ты серьезно? Мастер, на следующий ход изучица. Я 90 престижа на него потратил. А разве он не вернется тебе? Нет. Мастер, на меня нет престижа. Ты мог предупредить не в момент, когда ты нажал, а сказал, я сейчас... Подожди, используйся. Ты знаешь, как я расстроен. Я не виноват. Это твоя, б***ь. Твои проблемы. А почему? Почему он не может вернуться? Почему я пропустил ход и могу всеми все равно передвигать, но не могу принимать эти штуки? Он на тебя напал? Не, я этими нейтральными армиями. Ладно, как мне тебе титан дать? У меня нет престижа, чтобы дать тебе титан. Нету. Ну дай сейчас попробую. Сейчас, кто ты вообще? Ты зеленый. Где здесь дать кому-то хоть что-то? Кстати, у Леши там количество праха за ход просело просто почти на тысячу. А как передавать ресурсы просто, чтобы узнать, сколько мне надо? Да даже больше, чем на тысячу. У кого? У Леши просила армия, это он типа нейтралов сильно приручал нас только? Да. Черт, собрусь. Я думаю, скоро будет еще меньше. А есть вообще хоть какая-то возможность узнать, это Лешина армия или нет? О, слушайте, тут появилась возможность попросить объявить войну другой нации. Так уже давно вроде, нет? Да что, ты только сейчас увидишь. Паш, я бросил тебе торговое соглашение. Прими его, пожалуйста. Слушайте, ну реально, у Леши 63 гиперии и 63 мифрида. Ну, может, закончим можно это? Ну, давай пограем. Я думаю, нам еще не долго. Давай еще немножко, да-да-да. А почему я заключив с тобой, мне ничего не дали до следующего? До следующего. Да, мы пони... Ну, могу я войска туда немного повезти? Но я в основной часть моей армии сейчас занят и другим. А как, скажи, как мне тебе передать ресурсы-то? Как это делается, расскажите мне, потому что я не знаю. Через мир. Дипломатию. Сейчас будет, хорошо. Мир у нас есть. Что дальше? Нажимаешь на парня и там сверху кристаллик набираешь такой, типа ресурсы. Кристаллик, вижу. И даешь... Да, мои условия. Мои условия. Мне нету, мне не хватает. Мне нужно 43, чтобы 11 дать. Сколько тебе надо? Мне хватает. А сколько бы я не выбирал, все равно нужно 43. У меня нету этого. Пишите и переключи. Ладно, да, сейчас переключу, видимо, да, это отлично. А где вообще посмотреть, сколько еще зима будет? У Аллаи спроси. Кстати, да. Там, где конец хода. Чуть выше или левее такая штука. Я переключил, теперь я 14 заход. Я через сколько? Через 3 хода смогу тебе кинуть. А я сейчас его так переставлю, сейчас будет больше. А так через 2. А титана нет. Через 2 хода я смогу кинуть тебе весь титан. Это будет где-то 14 штук. Мастер, скажи мне, у тебя сколько обесторождений титана вообще на империю? На твои сколько там, 5 городов? Одно? Отлично. Да, у меня тоже прошлое игра, когда я играл за хранителей, а демоникс за некрофагов всех кушал. У меня тоже все просилось. А почему красный расчет хода? Можете повторить, почему красный? Ну, все, таймер дойти к вам до нуля. Тут таймер есть. Я, кстати, за некрофагов играл, проблем вообще не было с ресурсами. Просто строишь армию, продаешь, покупаешь. Строишь армию, продаешь, покупаешь. Нормально. Если тебя не забалено ли на рынке, блин. Идешь, кушаешь торговца, опять строишь армию, продаешь, покупаешь. Да. Если далеко спрячешься. А розовые границы у кого? Это у рыбок. А кто за них играет? Леша. Леша. Я понял. Чьи-то квестовые войска на моей столице стоят рядом. Никто тебе не признается. Смотри. Да как я Бурдюков не могу нормально победить? Может, это тоже Леша пришла? Тут у нас, знаете, все подозрения сразу на Лешу. Возможно, но я попробую. По военным юнитам капец, сколько у Леши юнитов. Потому что если я сейчас их не побежду, я город сру. А это печаль. Когда у тебя там армия в городе, но ты взрываешь Бурдюков. А просто вручную попытайся минимально взрывать. Я сейчас вручную, но там меньше половины у меня шанс. Димоникс, у тебя есть? Это вот это вот Алай и вот это Делси. А у меня все есть. Я им нуль урона наношу. Хм, ну вот и о чем это. Плохо тебе, наверное. Да он не со мной воюет. Я не знаю, с кем он там воюет. Кстати, если так подумать, Леша же уже мог каперов открыть. И что? Так, зачем они мне? Ну, к примеру, юнитам малой фракции. Ну смотри, юнитам малой фракции. Ты себя ассимилируешь, оденешь у них лиц и пойдешь убиваешь всех. Каперами. Подожди, так я их и так ассимилировал и могу ходить убивать всех. Ну, просто страйк, как обычно, Лайскай. Да, нафига мне каперы? Нет, ну... Ну да, но... Как бы... Ну ладно. Может быть, такие. Ну так, ну, запланировал я события. На завтра. Как же все плохо. Здесь я не думаю, что уже что-то можно сделать. Это бред уже. Прорвемся. Ну, нет, прорвемся. Мы постараемся прорваться. Короче... Леш, помоги мне, пожалуйста. Я просто по ходам выжил, то есть они еще не вынесли всю армию. Ну, просто... Как раз бороться. Я деньги. Я ближайший к тебе. Самый ближний. И ты граничишь с ним. Сейчас шестая фаза закончится и пойдешь и все, да? Гоудсин? Я не знаю, как он называется, потому что я сейчас махаюсь еще. Сейчас поедешь, шестая фаза закончилась и все, да? Да. Сейчас гляну. Да, Гоудсин, пожалуйста. Да, очень мне нужна эта помощь. Я не хочу терять этот город, он там слишком не нужен. А тут еще и кентавры. А ну, они ушли, ладно. Я тут. Мастер, что там по поводу встретиться? Я на месте. А, здравствуй. Ясненько. Ну, все, проховод отбил ту крепость. Да. Надолго или в общем вопрос? Да. Боже, как хорошо жить с прахом. А почему я могу только игнорировать? Что игнорировать? Предложение мира от Халецкого. Не знаю. А почему ты его можешь только игнорировать? Контр-предложение, отказ, закрыть, свернуть, игнорировать. Но я предполагаю, что игнорировать. А попробуй сам предложить, мир. А у меня нет просто уже. Посмотри, сколько хоть стоит. Да я все потратил. Сейчас нужно немножко на деньги перевести, потому что у меня тортоз пошло, но так как я все перевел в престиж небольшой. Вау. Я сейчас тут вижу регион. Вот, за... Те ж у всех больше стало денег, да? Да. Ну вот, хорошо. А у меня меньше. На много? Ну, на 300, на 400, на 300 где-то примерно вход. Ясно. Я сейчас не обратил внимания, честно говоря. Я тут регион, который остров, не вижу, получается. И вот на нем источник палладия, источник титана, два источника золота. Ну, я еще кусочка, правда, не вижу, там, может, ничего и нет, но... Мастер, будем автоматически или руками? Ты ведешь войска помогать моим? Вручную. Юген, нет. Ты у него какой город-то захватываешь? Это он на меня напал. О-о-о. Ну, если вы будете вручную... А что, мы будем ссадник сняли, чем глянуть? Ну, да. А, в ссадник где? Слушай, мастер ты выбрал вручную? О! Потому что у меня ничего не загружается. Он мне поможет, по-моему, сильно. Спасибо, я вообще не знаю, что... Ну, пойди, 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 пойди. Ребята, помолчите, пожалуйста. Поехали. Это мастер... Не грузится, да? Ну, хреново. У нас бой не грузится. Можно, конечно, подождать. А что? Не, можно минутку подождать иногда про это. Мастер, я через два года тебе все-таки... Просто считаю, что это действительно... Они сделали эту фракцию очень-очень сильной. Объяснение простое. Не знаю, вот мы играли с человеком, он не смог разобраться. Ну, это он не смог разобраться. Я немножко понимаю в стратегиях просто. Ее и вначале нелегко вынести, мастер, не надо. Объясняю. У них сразу два... Две науки и два производства от водоема и наука и производство от речки. То есть, в любом случае, и наука и производство будет. Сосредотачиваемся на деньгах. А там сразу открыто уже тех, с помощью которой можно построить здания на деньги. То есть, вы их строите, у вас есть деньги. И вы просто вначале берете под контроль вот эти... нейтральные армии. Я не знаю, о каком... Можно легко вначале вынести, если у тебя вначале... Тебе надо построить еще армию, чтобы прийти меня вынести. А у меня я беру под контроль армию сразу. Нужен для этого же престиж. Да, престиж нужен, но в данном случае немного. То есть, тут много надо, чтобы деревни разрушать. А брать под контроль, ну там типа пять престижей, что-то такое, семь престижей. Там нужно много денег, много денег. Ты берешь много денег. То есть, у тебя на земле вся армия состоит из вот этих нейтральных армий, а на воде ты строишь свои юниты и захватываешь вот эти, ну, крепости. И за счет этого получаешь все ресурсы, все счастья получаешь. Да, мы попробуем. Можешь стекать. Что? То есть, ты можешь, допустим, взять две нейтральных армии по два юнита и в одну? Нет, нет, я не могу их соединять, я не могу их продавать, я не могу их в города сажать. Я ими могу только воевать. А как от них избавиться? Воевать ими. Я просто... Не, во-первых, я могу просто их, ну, перестать быть под моим контролем, но они опять станут нейтральными и будут ходить гадить. Я их обычно просто нападаю на всех по очереди. Эти армии уничтожаются, ну, и хрен с ними. Можно новых. А если уничтожать все вот эти лагеря, они же перестанут спавниться, и ты перестанешь получать войска. Ну да, но у вас что, уничтожены все лагеря? Вот есть цель уничтожать лагеря. Ну, пожалуйста, уничтожайте, но вы же не уничтожили все лагеря. Ну, я уничтожал, видимо, кто-то этого не делал. Просто есть много, куча свободных областей, где эти лагеря еще есть. Кроме того, я еще напоминаю, у меня есть способность разграбить деревню. То есть я вот сейчас, что делал у мастера, приходил к нему, видел его деревню. Когда ее разграбляешь, то из этой деревни появляется армия нейтральная. То есть мало того, что деревня перестает ему принадлежать, там еще и армия появляется. Я беру сразу эту армию под контроль и начинаю осаждать его город. А если это эти лагеря не отстраивать, ты можешь их разграблять? Нет. Вот. Можно их просто не отстраивать. А что тут классно? Ты чего? Это же все развитие, то есть ради того, чтобы не пришли маргоры, тебе не разглабили лагерь, ты не будешь его отстраивать? Не, ну мастер, у тебя там просто армия была, а вот у стратега я там в тылу, не знаю, ходов пять, по-моему, осаждал город вот этими нейтральными армиями, чисто разграбив деревню. фризу тоже, когда я попробовал, не думаю, что ему понравилось, да? Эта армия в тылу. Да, не очень, нет. Так что это фракция... Ну, это семья культистов, чересчур. Потому что культисты тому юниту дают в несколько ходов, поэтому... Ладно бы еще, у которых можно было бы заметить, да, то есть и непонятно, кто ходит. Да, я кати не знал, что вам показывается, как будто этой нейтральной армии продолжают ходить. Вообще прикольно. А по поводу культистов, они могут деревни культистов отурманивать? Без понятия, тут не было культистов, поэтому неизвестно. Но вообще выглядит эта фракция очень-очень сильно. Ну, я бы сказал, что... Нет, то вот слишком... Они как будто вот часть, точнее, из разных других наций, какие-то... Хорошо, подожди, извините, я тебя, стратег, перебью. Вот мастер пишет, что они забираются в начале. А если бы я взял, сел и перепрыл просто на соседний остров и там бы столицу основал? Как бы ты меня забрал в начале? А там... Вот на этой карте штук шесть островов есть. То есть я могу спокойно ставить города на этих островах. Я, собственно, все остальные города так и делал. Второй город зачем-то поставил на нашем континенте, но на самом деле я мог просто на этих островках ставить, как я дальше и делал. И все, и оно просто не забирается, потому что у тебя нету... У тебя морские юниты слабее, чем мои. Я сижу, обороняюсь, забрал все эти крепости и сижу, развиваюсь. Чтобы разграблять тебе территорию, нужно, чтобы там твой юнит... Не понял вопрос. Ну, чтобы разграбить лагерь, нужно на него там рядом находиться твоего юнита? Ну, надо, чтобы он был подсвечен, лагерь. Подсвечен, я выбираю лагерь, у меня появляется иконка, типа, разграбить эту деревню. Стоит... Там, Катя, каждой деревне все больше и больше престижа стоит. Ну, там, вот у меня последняя, по-моему, 140 престижа стоила уже. Ну, 140 это не серьезно. Там тех обменяться, 160, это 140. Мы играть-то будем? А мы уже, типа, признаем поражение. Да. Ну, типа, давай. Ну, я бы попытался, но проблема в том, что... Слушал армию в Адамантии, и все. Бессмысленно. В Палладе Адамантии, да? Да-да-да. Все там покупается. Я только одного юнита смогу одеть, все. Один юнит против армии. Второго уровня Палладе Адамантии, Леш. Нет, ну как оно может второго, если еще не вышел Вэру второго уровня? Я сейчас Вэри первого. Я сейчас Вэри, точнее, Мефрила и этого. Я сейчас... Вот у меня следующие две техи, это оружие из Мефрила и... Как его? Ну, какой там второй? Гиперия. Вот. Гиперия и Мефрила у меня 80 штук, по-моему. То есть, я опять же могу просто апнуть всю армию в это. Да ты можешь просто в один их построить и все. Пять штучек и как бы ВГВП в 7. Я же не построить, а купить, наверное, могу. Я там, по-моему, 7К накопил. В общем, это очень сильное... Я чисто вот сыграть за эту фракцию, показать, что она реально сильная. Я считаю, что ее не должно быть в игре. Вот честно. Мастер пишет, что ее только ранним рашем вынести. Ну, так и смысл тогда играть за маргоров, если на них все ранним рашем будут нападать. Ну, следовательно, разработчики должны ее пофиксить. Что ей можно изменить? Конечно, ее пофиксят. Так же само-таки все новые виды. Ну, я считаю, что у нее самое главное преимущество – это плюс 2 науки и плюс 2 производства от водных этих. То есть, то, что самое главное в игре, ты можешь об этом не заморачиваться и спокойно пойти в деньги. То, что тебе нужно для того, чтобы армию содержать, вот этих нейтральных юнитов. Кстати, там еще эта фракция, там идет престиж, по-моему, с этих… Сейчас я запущу новую игру, у них какая-то способность есть. Престиж от… Да, плюс 1 престиж за каждую цитадель и за каждый доступный завод. То есть, ты захватываешь вот этот цитадель, да, и там сразу же завод есть. Уже как минимум плюс 2 престижа идет. Ты постепенно их захватываешь, и у тебя престижа просто немеряно все равно. За каждый завод? Да, за каждый завод. Ай-яй-яй, вот это слишком… Как-то слишком… Слишком все… То есть, у никарафагов есть хотя бы минус, да, у этой… Тут тоже есть минус. Тут типа… Но он такой, очень слабенький. Нельзя изучить технологию второй эры имперской дороги. Но это несерьезно. Это несерьезно, да. Ну, как, ну у них еще юниты вот эти, у них же два основных юнита, они не могут выходить на море. Ну, а смысл? Юниты-то, даже вот такие мусорные юниты, если одеть в палладе, то они будут скручивать для любых. Да, именно так. Проблема в том, что ресурсов нету на земле. Да, да. То есть, мы не можем конкурировать. Просто… Не, так самое интересное, если бы у вас даже были ресурсы, вам еще надо экстракторы построить, их вам надо еще открыть. Скажем… А тут, вот, ты захватил эти заводы, да, и ты выходишь в новую эру, и все, тебе эти заводы сразу начинают давать ресурсы новой эры. Просто вот сразу. Ну, смотри, по крайней мере, мы могли бы навалиться все вместе, если бы у нас были бы ресурсы, и все-таки вынести тебя. Но у нас не было ресурсов. Да, нет, если бы у нас уже были, то мы могли бы объединить усилия и что-то бы предпринять, а так у нас нет вообще вариантов. Ну, да. Ну, согласен. Ну, я вот чисто… Я еще в обзоре сказал, что эта фракция слишком сильная сразу с самого начала. Так что, мне кажется, что вот в ФФА, в Endless Legend ее лучше не брать. Опять же, я вот, как, ну, посмотрел, там, все вот, ну, по предыдущему опыту, все фракции, заточенные на местность, на особенность местности, они, как бы, ну, до сих пор были очень рандомны. То есть тебе, там, уходраки могли попасться в стартовом регионе с двумя клетками леса. То есть это было, как бы, ну, не среднестатистически, но, как бы, бывало такое. А здесь у тебя, насколько я понял, всегда есть в стартовом регионе то, что тебе дает бонус. Ну, видимо, так. Ну, то есть это, то есть, опять же, имбаланса по сравнению с другими же фракциями, которые эмитированы на место. Ну, понимаешь, если я тут не родился на море, я просто пошел бы искать его. Ну, тут, мне кажется, грустно без моря все-таки этим маргором в любом случае. Ну, и интересно было бы посмотреть все-таки, если бы кто-то ставил на море города и строил флот, тут вот тоже вопрос, знаешь. Я об этом просто не подумал. Я вот только, когда обратил внимание на твое количество заботов, начал развивать флот, и у меня он строится сейчас. Но, по-лади, и все, я не смотрел. Нет, у меня как бы столица, она, то есть, мне один район построить, и был бы выход в море, но все равно я бы, это невозможно контрить, когда у тебя, у тебя ресурсов нет стратегических, а у другого флота во всем этом моде. Это несерьезно просто. Ну, да, согласен. Ну, все, спасибо за игру. Спасибо за игру. Если будете завтра играть, то тогда до завтра. А там события уже созданы, вроде. Да, посмотришь. Все, всем пока. Ну, пока. Спасибо, что досорели до конца. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.